Эти автобусы изначально приобретены для работы на маршруте Ростов-Аэропорт-Платов, но сейчас там на линию вышли большие автобусы. И в Минтрансе приняли решение передать маршрутки в муниципалитеты. Сразу после торжественной передачи ключей министр проехал по одному из сальских маршрутов. Еще пять муниципалитетов кроме Сальска, но в Сальске, конечно, это самое большое и серьезное обновление, потому что всего семь автобусов сейчас получили, остальные муниципалитеты, то есть это Дубовский, Зимовнуковский, Октябрьские районы, еще ряд других районов, которые получили по одному, два, три автобуса. Сальск давно нуждается в новом транспорте. Старые маршрутки – это в основном газели, не приспособленные для перевозки маломобильного населения, а новые машины – низкопольные. Я в газели езжу, да, и часто, особенно утром. Представляете, какая напряженность для автотранспорта. Это очень большая, с утра. И приходится ездить, согнувшись, набиваются, и шоферам тяжело, естественно, все. Конечно, большое-большое спасибо передать губернатору от Всероссийского общества инвалидов. За прошлый год сальское транспортное предприятие перевезло больше трех миллионов пассажиров на 42 маршрутах. Район обслуживает 70 машин, их средний возраст – 12 лет. У нас три месяца отработали пять автобусов, которые в канун Нового года выручали. У нас никто не порезал ни сиденья, нигде ничего не оборвал, не оторвало. Мы намотали 200 тысяч километров и около 100 тысяч перевезли пассажиров. Протяженность сальского района, вы знаете, сегодня дальние у нас населенные пункты, которые находятся на расстоянии 100 километров – это Манышевское поселение, 80 километров – это Новоегорлыкское поселение на границе с Ешелкинским районом. Поэтому то, что сегодня сделано для жителей города Сальска, то, что сегодня обновляется парк, пять автобусов, плюс сегодня семь Мерседесов этих автобусов – это великолепно. И это не последнее обновление транспорта в Сальском районе. К концу года автопарк основного перевозчика пополнит 10 автобусов на газомоторном топливе. Оксана Мельничук, Анатолий Рашевский, Дон-24, Сальск.